Все больше магнитогорцев предпочитают другим видам общественного транспорта самый экологичный и доступный – трамвай. И есть надежда, что ряды поклонников электротранспорта будут только пополняться. Трамвайный парк обновляется, и уже 9 новеньких вагонов на различных маршрутах радуют горожан. Отметив путевой лист у диспетчера, Наталья Филиппова направляется к своему рабочему месту. Ее водительский стаж – 9 лет, и о таких условиях труда, говорит Наталья, совсем недавно можно было только мечтать. Это 21 маршрут. Проехали от конечной Накоробова всего две остановки, и в салоне уже с десятка два пассажиров. Наталья уверена в таком вагоне, теплом, не прибежащем на стыках и просто красивом, каждая поездка как праздник. Да и сама она не скрывает удовольствия от управления современной техникой. Ну, вагон даже намного легче идет, потому что на ход он быстрее скорость развивает, тормозит он уже по-другому, песок сам подается. Все, и в управлении просто легче. На кнопочку нажимаешь, уже все, все само делается. Наталья и не знает, что одна из пассажирок в ее вагоне – бывшая коллега. Валентина Дмитриевна Нобильская за 44 года трудового стажа на разных моделях наездила не одну тысячу километров. В 2014 году ей доверили вести Олимпийский огонь. Сейчас на заслуженном отдыхе и немного жалеет, что в кресле водителя уже не прокатиться. Я хочу работать, но меня уже не возьмут мне 70 лет. Тепло, во всяком случае. И, наверное, инвалидам будет удобно. На этом низенькая лестничка. А то всегда жаловались. Пенсионеры особенно тянутся за ручку, скорее зайти не могут. Тяжело. А тут не искали ступеньки. Им удобно. Чтобы удобно было, это, пожалуй, главное для пассажиров. А те, кто отвечают за подготовку нового подвижного состава к выходу в город, добавляют. Еще и безопасно должно быть. В рамках, наверное, программы «Безопасный город» они снабжены 8 видеокамерами и внутри салона, дабы предотвратить какие-то противоправные действия в отношении кондукторов или пассажиров. И наружная, это передняя и последняя дверь. Каждый день в правобережном депо ведут пусконаладочные работы представители завода-изготовителей из Усть-Катава. В течение февраля на городские маршруты выйдут все 15 закупленных администрацией МГТОГОРСКО вагонов. Андрей Рыжков, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.